В студии 25-го часа Вероника Крашенинникова, руководитель Центра международной журналистики и исследований Международного информагентства России Сегодня. Вероника Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Если мы подводим итоги парижской встречи министров иностранных дел нормандской четверки, то совершенно очевидна некоторая разница в позициях министров иностранных дел. Если европейцы говорят о том, что на данном этапе на Украине необходимо обеспечить большую эффективность работы миссии АБСЕ, то глава МИД Украины Павел Климкин, первое, что он сказал, отметил, что не достигли согласия по ситуации в Дебальцево. Это означает некий раскол в нормандской четверке, расхождение позиций? Тут нужно полагать, что европейские лидеры и Россия на одной стороне, на стороне мира, а украинское руководство, скорее киевское руководство, по-прежнему пытается найти предлоги для того, чтобы не реализовывать пункты минских соглашений. Но сегодня ситуация, можно сказать, фундаментальным образом отличается от ситуации в сентябре, когда были приняты первые минские соглашения. Дело в том, что позиция европейских лидеров значительно изменилась. И теперь они столь же заинтересованы в мирном урегулировании конфликта на Украине, сколь и Россия. И поэтому перевес, по крайней мере в масштабах Европы, на стороне мирного урегулирования. Ну, а Порошенко по-прежнему остается заинтересованным в военном продолжении конфликта, более того, в эскалации, как и подавляющее большинство, так называемого, киевского руководства. Но и дело в том, что Вашингтон, конечно же, по-прежнему был бы не прочь вести эскалацию конфликта. И, собственно, разговоры в Вашингтоне о том, что президент Обама таки скоро объявит свое решение о поставках летальных вооружений на Украину, в то время, как в Европе ведутся переговоры о мире, они, конечно же, не способствуют этому самому мирному урегулированию. Вот мы заговорили о пятой стороне конфликта, если можно так назвать, Соединенные Штаты, которые постоянно грозят своим главным козырем. Но грозят, наверное, не столько Европе, как, мне кажется, скорее Россия. Будем мы поставлять летальное оружие Украине или нет? Нет. Соединенные Штаты, понятно, что они по-прежнему называют Россию страной-агрессором, но вот этот козырь, они действительно готовы сейчас пустить в ход? Совершенно верно. Вы сказали, Алексей, грозят именно России. Потому что основной и, пожалуй, единственный смысл Украины для Вашингтона – это военный потенциал, это способность воевать руками украинцев, Украины против России. И здесь, знаете, подобные войны Соединенным Штатам даже не нужно выигрывать. Не нужно, чтобы вот эти конфликты, велотекущие конфликты продолжались, возможно, более долго. Потому что они, конечно же, занимают политическую энергию государств и препятствуют построению благополучия и мира в регионе. Они препятствуют тому, чтобы потенциал этого региона собирался. И, похоже, что Соединенные Штаты уже нашли ответ на вопрос о том, как они будут поставлять летальное оружие. И ответ состоит в том, что сказал Порошенко. Он сейчас находится, сегодня находился в Объединенных Арабских Эмиратах. И, согласно официальным украинским ведомствам, было достигнуто соглашение о поставках Объединенными Арабскими Эмиратами вооружений на Украину. Я напомню, что в 80-е годы, когда Соединенным Штатам нужно было вооружить моджахедов в Афганистане, они предпочли не действовать напрямую, потому что это уж было слишком провокационно в отношении Советского Союза. Они организовали поставки оружия через Саудовскую Аравию, которая удваивала все финансовые расходы на покупку вооружений через Пакистан и даже через Китай. В общем, делало это чужими руками. Похоже, что и в этом случае Вашингтон предпочтет действовать через своих союзников. Мне кажется, сейчас еще один из главных вопросов. Это в состоянии Порошенко вообще контролировать исполнение Минских соглашений. Во-первых, он сталкивается с жестким противодействием тех, кого называют в Киеве партией войны. Это радикально настроенные политики, которые готовы воевать до последнего украинца. Мало того, в зоне конфликта уже формируются националистические батальоны, которые не собираются подчиняться генеральному штабу Украины. Получается, что в войне уже появилась третья сторона, которая Порошенко совершенно не подконтрольна. Наверное, она в определенной степени не подконтрольна. Но у Порошенко также очень удобно иметь некую неподконтрольную сторону, на которую он всегда может ссылаться. О, это кто-то не желает мира. Опять же, тут вся проблема в том, что в Киеве по-прежнему нет общей заинтересованности в мире. И ее нет, потому что за Киевом стоит очень мощный политический спонсор, который вопреки Европе, вопреки европейским лидерам, подталкивает Киев на эскалацию военного конфликта. Они будут постоянно находить предлоги, почему минские соглашения исполнить невозможно. И тут, конечно же, расхождение между Вашингтоном и европейскими лидерами становится очень заметным. Конечно же, Европе не нужна война в центре континента. Ну, а для Вашингтона это как раз предпочтительный вариант, к сожалению. Еще до начала парижской встречи глава германского МИДа Штайнмайер заявил, что дело ввода миротворцев может затянуться надолго, на полгода и даже более. Что касается миссии ОБСЕ, на которой сейчас делается такая ставка. ОБСЕ в состоянии обеспечить достаточный контроль за исполнением минских соглашений, за прекращением огня, за отведением боевой техники. Или Киев будет этому препятствовать настолько эффективно, что миссия ОБСЕ просто не сможет работать? Судя по новостям, которые приходят с линии разделения сторон, миссия ОБСЕ достаточно неплохо справляется со своими функциями. Если бы их не было там на месте, было бы хуже. Конечно же, полностью они не могут исполнять обязательства, которые возложены в таких случаях на представителей ОБСЕ. Но это, пожалуй, самая оптимальная на данный момент и организация, и формат работы для того, чтобы способствовать обеспечению выполнения этих договоренностей. Но и нужно сказать, что сегодня шансы выполнения минских договоренностей выше, чем они были в сентябре, выше, чем они были когда-либо. И оценка министром Лавровым сегодняшней встречи в Париже, она была весьма позитивная, так что, я думаю, нам стоит разделять такое мнение. Ну, как минимум три министра иностранных дел из «Нормандской четверки» с вашим мнением согласятся. Прежде всего, с мнением министра Лаврова. Благодарю вас, Вероника Юрьевна. Спасибо. Сегодня в студии 25-го часа Вероника Крашенинникова, руководитель Центра международной журналистики и исследований Международного информагентства «Россия сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова